Всем привет! Канал Ирина Цветики. Смотрим завоз Орхидей в магазине Орхидея на оптовом цветочном рынке города Краснодара. Смотрите какие беглипчики белые, но они почти белые. Там чуть-чуть розового. Меня просили белые беглипы, но только для групповой посадки, подешевле. Ну тут немножко больше тысячи. Крупная розовая, вот еще белый. Ну там чуть-чуть вот есть печинки какие-то. Вот видите, крапушки. На одних бледнее, на одних поярче. Так, идет еще разгрузка и идет закупка оптовика, поэтому нас оттуда немножко потеснили. Мы пришли на оценку. Ну это не самая последняя стадия оценки. Это со скидкой, скажем так. Смотрите, какие Орхидеи можно купить со скидкой. Такой замечательный беглипчик. Две пятьсот это их старая цена. Ой, ну это совсем... Ну где-то есть корни, где-то нет корней. Ну, у всех разные проблемы. Вот этот очень много корней. Он высох-высох. Вот такой замечательный беглипчик. Они немножко цветей покожились, но они не крупные. Я покупала этот беглипчик, показывали. Вот там пандора. Это у пандоры не было совсем корней. А вот это, смотрите, мы рассматривали его на завозе неделю-две назад. И его не взяли. Там он стоял отслуженный. Вот попал на скидку. Такое, что-то от него. Ну у него есть, как это называется, сорт. Но я не помню, к сожалению. Ну вот тут беда. Совсем розетка желтая есть. То есть у каждого своя проблема. Ну вот выбирайте, что можно купить. Берете, подходите к продавцу. И он вам озвучивается. Ну от 1000 рублей, по-моему. Может чуть больше. Но меньше нет. Меньше. По-моему, сегодня не было. По 950 там были. Ну простые. Розовые, белые. Вот такие мультифлоры белые. Слегка веловатые. Что-то интересное. Какое-то было с грицами. Спрятано в углу. Очень красивый. Очень бархатный такой. А, я показывала. Да, я помню его. У него такая губа. Белая. Крупная. С бордовыми пятнышками. А вот такая красавица. Она желтее на самом деле. Там в серединке неон. Желтизна. И очень яркая губа. Ну я уже так, видите. По-быстрому. Потому что... Ну а что там дальше? Интересно же, что привезли. И, ну... Слегка, конечно, мешают закупщики. Поэтому староплюсь. Вот белые у меня просили. Ну, по-моему, замечательные белые. Тут парфюмерные фабрики. Вот насчет фабрики. Ну, я очень сомневаюсь. У меня... Ну, кто-то просил подешевле. Ну, мы смотрели, корней не было совсем. Вообще, это капризная растение. Ну, вот подешевле, пожалуйста. Какие-то повяли, какие-то нет. Ну, как можно рассматривать. Вот это вот крупный красавчик. Такой, по-моему, я его купила. Меня просили. Нашла я. Я хотела. Ну, тут такой в сортовиках. Вот такого красавчика. Ну, шоколадный шоколад. Ну, вот такие, с продольными полосками. Называем шоколадом. И очень крупные на самом деле они. Очень много корней. Хороший, крупный, яркий экземпляр. Ну, листой соответственно. Мне его заказывали, поэтому я его взяла. Я покажу потом в покупках. Это вот очень похоже на Надин. Но у них нет характерного блеска такого, как у Надин. Еще крупные белые. Но это подороже. Это уже не уценка. С уценки мы перебежали быстренько на новые орхидейки. Пока закупчики ушли, я пошла на их место. Очень красивая. Очень крупная. Очень даже. Ну, не очень дорогая. Ну, дорогая. Вот. Посмотрите, какая прелесть. Ну, я не могу сказать. Для принцессы не хватает. Похоже на Сакуро. Мне тоже заказывали. Ну, вот. Сакура ли это беглиб, я не могу сказать. Вот такой персиковый беглибчик. Тоже очень красивый. Вот этот пестренький. С белой губой. Получился какой разноцветненький. Хотя бы вот чисто белая губа. Он, мне кажется, эффектный смотрелся. Не могу пройти мимо этой Сакуры. А тут похоже на Монро. Ну, Монро обычно у нее защипчики. Видите, опять меня согнали. Я так бегом. Вот тут букеты практически. Групповые посадки. Ну, они дорогие. Мы обычно такие не берем. Это берут или магазины. Для подарочных наборов. Или вот со школ приходят. Очень эффектно смотрится. Такой букет. И стоит долго. Мне кажется, да, выгоднее покупать, чем срезку. Так, смотрим дальше. Ну, такая розовая клеопатра. А у нее есть точка роста цветонос второй. Вот так, невысокая, небольшая, яркая довольно. И если кто-то знает название, у нее есть другое название. Где-то было обозначено. Монако. Целая полянка Монако вот наверху стоит. Яркие, крупные цветы. Бумажные стаканчики мешают корни рассмотреть. Ну, вот сверху все нормально. Посмотрите, сколько воздушных корней. Сколько всего. Ну, бывает и так, что что-то в горшочке не устраивает цветочек. И он гонит вверх воздушные корни. А бывает так, что и в горшочке много корней. И в воздушном. Так, мы вернулись на уценку. У нас туда опять попросили. Ну, не попросили, но я сама ушла, чтобы не мешаться под ногами. Очень красивые листики. А цветочки уже отцветают. Вот бежевые. Да, они дешевле, чем обычно. Смотрите, кто просил. Ну, можно выбрать пока. Ну, вообще не знаю, конечно. Приятно покупать с уценки. Поменьше цена. Ай, сортовой цветочек. Ну, это как бы тоже риск, скажем так. Ну, вот насчет парфюмерной фабрики. Может, у кого-то она легко и свободно растет. Ну, у меня вот с ней проблемы. И я слышала от других тоже, что она капризная. А вообще, в каждой, как бы, на семье, скажем, в каждом отдельном доме взятые орхидеи ведут по-разному себя. У каждого же микрохлимат свой. Вот такие мультифлоры радужки. Тоже они стоят со скидкой. Ну, красивый такой язык. Но она сама чуть поярче, чем показывает. Камера. Вот, смотрите, пиноккио. Есть желтый пиноккио, есть розовый пиноккио. Тоже со скидкой. Вон там даже бутоны дуют. Я посмотрела, несколько розеточек. Что тут еще у нас есть? Вот такая бабочка. Трелистник. Ну, правда, мелкая. Где-то полтора сантиметра цветочек, сантиметр-полтора. Беглипчик тоже такой пестренький. Мультифлора беглипчик. Небольшой она. Вот тоже красиво. Ариолитин. Тоже. Очень долго я искала. Вот привезли, вроде никто не отозвался. И вот попал на сутки. И вот такая мультифлора яркая. Красивая. Ой, а это просто бархат. Темный бархат. Или атлас. Смотрите, кудрявая. Переливается все. Ну, не крупные. Цветочки не крупные. А вот тут, смотрите, на шейке проблема. Центральный листик и шейка там что-то. Ой-ой-ой. Очень жалко, как цветочки бывают. Такие красивые. И вот с таким уже фатальным, скажем, повреждением. Ну, у них есть мизерный шанс выжить, конечно, если обрезать эту розетку. Обработать ее, полечить. Ну, неизвестно, как поведут себя. Розовый красавец с белой губой. А это очень высокие горшки. Смотрите, большие горшки. Ну, корней там половина есть, половина упали. Очень высокие цветоносые. Но я вам скажу, цветы не крупные. Совсем не крупные. При такой-то розетке и таких корнях можно было ожидать. Покрупнее. Смотрим папоротники. Мне заказали кудряк и папоротник. Теперь обращаю внимание. Ну, иду уже к выходу. Что там вроде. Мы все посмотрели. Очень много привезли горшечных, папоротников. Ну, и другие хорошие. Вот интересная. Струшечка кудряевая. Это тоже папоротник, конечно. Ну, не такой. Нам нужен не пролепсис. Кудряевенький. Вот тоже их активно тут разбирают. Не знаю, полмагазина было заставлено на вынос. Какой пушистик. Люблю пушистики. Вот очень крупная. Ну, такая розоватая орхидея. Меня в прошлый раз спросили крупные-крупные. Я вот до сих пор не могу мимо пройти. Смотрите, какие крупные. Но это не самые дешевые, конечно. Все хотят подешевле, покрупнее. Чтобы картовой еще был. Ну, тут тоже люди разбираются. Ой, какая интересная. Вся в лесу мишка. Поэтому. Такое чудо может произойти. Пантора, если только цветочек сломан. Там разбит горшочек. Ну, что-то такое. Вот с другой стороны подошли куценки. Ну, скидки. Даже вот беглипчик есть. Хотя первые цветочки у него не беглипы. Вот этот беглип. Тоже очень красивый. Он зеленовато такой. Неоновый. Серебряный. Сиреневый. Ну, вот тут даже корешки сохранились. А просто раз я смотрела, там совсем не было корней. Поэтому я сразу, вот мне писали про него. А вот он, который без корней пицы. Очень жаль, конечно. Ну, в принципе, корни нарастить-то можно. Так. Ну, вот много с уценкой. Такой еще напоследок бархатный красавец. Яркий. Очень давно таких не было. Всем спасибо за просмотр канала «Единоцветики». Пока-пока. До свидания.